Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Карта убитых дорог. Общественники провели дорожную инспекцию на этот раз во Владивостоке. Жители на этот проект добавляют те участки, которые по их мнению нужно ремонтировать в первую очередь. Тысяча дворов. Еще одну придомовую территорию отремонтировали во Владивостоке. У детей появилось место для игр. В данный момент на площадке происходит монтаж первого слоя. Подложка, так называемая, или подушка, которая будет давать смягчающие свойства, амортизирующие. Мы наваливаем бас. Десятки шикарных автомобилей пристали перед приморцами на мероприятие «Звук ДВ-фест». В эти выходные центральная площадь Владивостока наполнилась звуком и музыкой из машин участников фестиваля «Звук ДВ». Также в выпуске «Нарушая законы» на территории Дальневосточного морского заповедника обнаружены семь незаконно построенных объектов. Еще раз скажем. Сибирский «Привет» в рамках культурной программы ВЭФ во Владивостоке пройдет фестиваль «Дни якутского кино». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Дороги Приморья и столицы региона попали под горячую руку общественников. Движение «Общероссийский народный фронт» проводит дорожную инспекцию в регионах. Во Владивостоке эксперты проекта проверили качество гарантийных дорог, в том числе и тех, что отремонтированы по федеральному проекту безопасные и качественные дороги. Подробнее о ходе инспекции в следующем сюжете. Владивосток на шаг приблизился к решению одной из двух извечных проблем России. Плохие дороги приинспектировали специалисты Общероссийского народного фронта в сопровождении журналистов и чиновников. Съемочную группу «Восьмого» в числе других СМИ пригласили прогуляться вместе с инспекцией ОНФ по проблемным участкам проезжей части Приморской столицы. Первой точкой стал перекресток на Олиутской, тот самый, что перед остановкой Семеновская. Здесь сотрудники инспекции делали замеры, осматривали ямы, а представитель ОНФ рассказал о проекте в целом. Существует проект «Карты убитых дорог», который существует уже более двух лет. За это время жители на этот проект добавляют те участки, которые, по их мнению, нужно ремонтировать в первую очередь. И вот за два года собрано уже более 46 тысяч проблемных участков. Это те участки, которые нужно ремонтировать вот прямо сейчас, по мнению граждан. На сегодняшний день из почти 50 тысяч дорог отремонтировали 7 тысяч. На 5 тысячах из них сделан ямочный ремонт. Что касается Владивостока, на карту убитых дорог в Приморской столице добавили 400, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте. Отметим, что общая протяженность городских дорог 700 километров, а с асфальтобетонным покрытием около 500. То есть, отметив 400 дорог, Владивостокцы перечислили, если не все, то половину точно. Впрочем, в голосовании на сайте УНФ приняло участие не слишком много горожан. Всего 14 тысяч. Если говорить о положительных результатах, то 77 дорог из вот этих 400 участков, они уже отремонтированы. По остальным, пока результатов особых нет. Мы в городе находимся уже не первый день и заметили то, что основные проблемы – это, если в других городах отмечают целиком большие участки дорог, то здесь это больше локальные проблемы, которые сосредоточены в том числе и на центральных улицах. Эксперты, разделившись на несколько групп, за день посетили шесть горячих дорожных точек. На одной из них, на пересечении улиц Тунгусской и Шилкинской, встретился стандартный для города случай. Пешеходный переход, судя по знаком, есть, но разметка об этом вовсе не сообщает, да ее вообще нет. Сопровождающий общественников чиновник даже растерялся после заданных ему инспекций вопросов. Вы не отвечаете за этот пешеходный переход? Именно за организацию дорожного движения я не отвечаю. А за установку, что здесь есть пешеходный переход? Можно, уже мы на камеру много наговорили. Всего за 2019 год Дорожная инспекция УНФ планирует посетить 54 региона. Кроме того, по словам организаторов проекта, по результатам проверки будут направлены соответствующие запросы в муниципальные ведомства. Евгений Черемухин, Сергей Тулатеев. Новости на восьмом. Еще одну придомовую территорию отремонтировали во Владивостоке по программе «Тысяча дворов». Жителям дома по адресу улица Кирова, 25 Д, поставили детскую площадку. Чтобы войти в краевую программу «Тысяча дворов», граждане в начале года подавали документы. Победителями конкурса стали жители 317 домов Приморской столицы. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. Подробности у Катерины Матвеевой. Вместо старой песочницы новый игровой комплекс. Современную детскую площадку получили жители дома по улице Кирова, 25 Д. Рабочие установили здесь детский городок с качелями, а неподалеку поставили спортивные тренажеры. Здесь раньше стояла песочница, там карусели. Ну, сейчас изменяют, чтобы была еще горка, значит, еще больше места, где можно поиграться. Жители микрорайона внимательно следят за выполнением работ. Помимо них за ремонтом наблюдают и специалисты администрации города. Приемку объектов будут вести также, совместно. До сдачи площадки в эксплуатацию осталось совсем немного, лишь уложить прорезиненное покрытие. В данный момент на площадке происходит монтаж первого слоя, подложка, так называемая, или подушка, которая будет давать смягчающие свойства, амортизирующие. Сверху у него будет нанесен слой уже утрамбованный, 1 см, который будет создавать износостойкость покрытия. То есть это слой амортизационные свойства, верхний слой, он делает там цветной, там узоры по желанию заказчика. Площадку сдали бы раньше, не подведи погода. Из-за постоянных дождей работы приходилось приостанавливать. Как бы то ни было, новые дворовые площадки получат жители 317 домов. Сейчас в Владивостоке одновременно ремонтируется 168 дворов. В одних устанавливают детские площадки, в других укладывают новое асфальтовое покрытие, в третьих монтируют спортивные комплексы. Горожане сами выбирают, какой вид работ будут проводить в их дворе. На Пушкинской, к примеру, в первую очередь нужно было заасфальтировать территорию. У нас был ремонт 1966-1967 год. Капитальный ремонт дома и двора. С тех пор не делалось больше ничего. Вот это вот по тысячу годов, благодаря Кожемяке, мы были включены в отбор, реконструкцию двора. Мы очень-очень довольны. Ребята работали хорошо. На ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок. На установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71. Глава Владивостока поручил специалистам внимательно прислушиваться к просьбам жителей и по возможности выполнять их. А если где-то не хватает средств для комплексного ремонта, изыскивать их дополнительно. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. Во Всероссийский детский центр «Океан» в Приморье в сентябре отправятся 20 амурских школьников из пострадавшей от наводнения школы в Норске. Смена продлится с 3 по 24 сентября. Также новый учебный год на берегу Японского моря встретят еще 4 школьника Сельмеджинского района, у которых после ливни существенно пострадало жилье. Квота на поездку амурских школьников в «Океан» выделена по поручению министра просвещения РФ Ольги Васильевой. К слову, в этом году для детского центра это будет уже третья волна пострадавших от стихии. Так, «Океан» уже принимал пострадавших от наводнения в Иркутской области. Иркутские подтомпленцы, хоть и приехали неожиданно в разгар третьей летней смены, сотрудники лагеря были готовы встретить ребят надлежащим образом, распределить по дружинам и обеспечить достойный отдых. Наш центр принял делегацию в количестве 100 человек из Иркутской области. Соответственно, на летний комплекс мы приняли 55 человек. Это самое большое количество из всех дружин. После уплывающих домов, разрушенной паводками инфраструктуры и стресса, дети попали в среду, профессионально организованную летними педагогами. Последние уверены, что им есть чем занять детей, переживших тяжелые дни. Еще одними подопечными центра стали ребята из лагеря «Холдами», который пострадал от пожара в Хабаровском крае. Адвокаты обжалуют приговор экс-мэру Владивостока Игоря Пушкареву 29 августа. Заседание по делу назначено на 10 часов по московскому времени. Апелляция на приговор экс-мэру Владивостока будет рассмотрена в Мосгорсуде, сообщили его адвокаты. Напомним, в апреле Тверской суд Москвы признал виновным в коррупционных преступлениях Игоря Пушкарева, а также его брата Андрея Пушкарева и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Судья зачитывал приговор более 10 часов с небольшими перерывами. Судья признал Игоря Пушкарева виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. Андрея Пушкарева суд приговорил к 8 годам условно и такому же штрафу, Андрея Лушникова, к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 500 миллионов рублей. Текстовую онлайн-трансляцию будет вести из зала суда журналисты ресурсов Влад Ньюс. Восьмой канал следит за развитием событий. Владивосток вновь стал объектом политических амбиций. В этот раз слова о Тихоокеанском порте прозвучали в заявлении украинского политика, министра инфраструктуры этой страны Владимира Амеляна. По словам политика, Европа станет единой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, как это было сто лет назад. Поясним, что украинский министр этой фразой прокомментировал слова президента Франции Эммануиля Макрона. Буквально на днях французский лидер сделал публикацию в Фейсбуке на русском языке. Россия очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Эта публикация появилась после встречи на французской земле Владимира Путина и Эммануиля Макрона. Лидеры двух стран тогда уделили особое внимание ситуации на Украине. А в ответ на слова об украинском флаге над Владивостоком, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинским политикам следует скорее забеспокоиться о собственном населении. Дело в том, что Украина стремительно теряет человеческий ресурс. В стране зафиксирован рост смертности, сокращение рождаемости, ухудшение медицинских показателей. А сенатор Франц Клинцевич порекомендовал украинским властям заниматься урегулированием конфликта в Донбассе, а не предаваться мечтам о флаге над Владивостоком. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова украинского политика чудовищными. Она отметила, что фраза «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в нашем регионе в начале прошлого века. Сегодня Приморье многонациональный регион, и украинская диаспора является одной из самых многочисленных. Однако подавляющее большинство этнических украинцев, живущих в крае, граждане Российской Федерации. А тем временем российский триколор во Владивостоке демонстрировали в течение целых трех дней. В городе подняли российские флаги у 17 памятников и значимых общественных мест от железнодорожного вокзала до Новосельцевской батареи. Государственный символ развернули на видовой площадке прямо у памятника Кириллу Мефодию. А флешмоб под названием «Русский флаг» и «Русский остров» организовали аквабайкеры Приморской столицы. Яркие государственные флаги украсили пасмурное субботнее утро 24 августа и акваторию Амурского залива. Массовая акция, посвященная Дню государственного флага в России, собрала во Владивостоке около полусотни участников. По словам одного из организаторов необычного флешмоба, руководителя Ассоциации водно-моторного спорта «Аквабро» аквабайкерам, эта инициатива сразу пришлась по душе. Аквабайкеры красочной колонны стартовали с водоспортивной станции ЦСКА курсом на остров Елены, прошли вдоль Токаревского маяка, обогнули остров и финишировали в Семеновском ковше спортивной набережной. Уникальный флешмоб смогли наблюдать с берега многочисленные жители и гости Владивостока. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой... Нарушая законы, на территории Дальневосточного морского заповедника обнаружены семь незаконно построенных объектов. Сибирский привет. В рамках культурной программы «ВЭФ» во Владивостоке пройдет фестиваль «Дни якутского кино». Мы наваливаем бас. Десятки шикарных автомобилей пристали перед приморцами на мероприятии «Звук ДВ-фест». Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Нарушая законы, на территории Дальневосточного морского заповедника обнаружены семь незаконно построенных объектов. Сибирский привет. В рамках культурной программы «ВЭФ» во Владивостоке пройдет фестиваль «Дни якутского кино». Мы наваливаем бас. Десятки шикарных автомобилей пристали перед приморцами на мероприятиях. Звук ДВ-фест. Семь незаконных объектов капитального строительства требует снести Дальневосточный морской заповедник. А все дело в том, что эти дома построены в охранной зоне заповедной бухты спасения. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной в 3 мили. Вдоль сухопутных границ заповедника действует охранная зона шириной в 500 метров. Тем не менее, сейчас на берегу бухты спасения примерно в 100-150 метрах от кромки воды стоят несколько зданий. Гражданин получил право собственности на земельный участок, но не получил разрешение на строительство в установленном требованиями законодательства РФ в порядке. При этом не были проведены государственные экологические экспертизы. Таким образом, здания попадают под снос по статье 222 Гражданского кодекса РФ «Самовольная постройка». Теперь у Следственного комитета Российской Федерации появятся вопросы к главе зарубинского поселения, который выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию. Ранее, когда в заповеднике еще не было дорог, инспекторы, которые постоянно находятся на кордоне, получали в собственность участки, где могли посадить огород. Один из них был продан и теперь на этой земле незаконно построено 7 зданий и других сооружений. По закону на участке с назначением личное подсобное хозяйство можно возвести лишь один дом. При проведении административного расследования был установлен состав уголовного преступления. Материалы направлены вследком по Приморскому краю, в органы прокуратуры и в Тихоокеанскую военную прокуратуру, так как здесь сухопутная охранная зона. Пасечники со всего Приморья презентовали свой мед и продукты на его основе на фестивале «Анучино. Медовое раздолье», который прошел в минувшие выходные. В регионе сегодня насчитывается 7,5 тысяч небольших пчеловодческих хозяйств, состоящих в основном из 10-15 ульев. Местные пасечники производят до 6 тонн меда ежегодно. Приморский мед является одним из лучших в России. Подробности в нашем следующем сюжете. Фестиваль меда «Анучино» стал уже традиционной площадкой, на которой собираются в конце лета не только производители этого сладкого и целебного продукта, но и все его почитатели. Этот год не стал исключением. Сладкий фестиваль, несмотря на дождливую погоду, собрал более полутора тысяч человек. Поддержать местных пчеловодов в Центральное Приморье приехал и глава региона. «Мы будем делать все, чтобы сохранить основные медоносы. И липу, и бархат, и другие деревья. Мы расширяем зоны покоя для этих растений и будем эту работу проводить. Бессловно, нужно создавать и лабораторию, Центр сертификации, который поможет нашим пчеловодам быстрее проводить сертификацию. И нужно принимать такую государственную программу по развитию, по экспорту нашего меда в страны Азиатско-Атихианского региона». Для гостей праздника подготовили конкурсы, розыгрыш лотереи, выступления лучших творческих коллективов и медовую дискотеку. В течение всего дня на фестивале работали торговые ряды. Пасечники представили пять видов меда и продукты на его основе. Прополис, воск, цветочную пыльцу, собранную пчелами. Всего в фестивале приняли участие более сотни производителей меда. «Конечно, радует то, что вновь возрождается такой праздник, что есть возможности для того, чтобы сегодня пчеловоды видели перспективу. Поддержка пчеловодства важна, потому что это занятость населения. Хочу пожелать им, безусловно, хороших медосборов. Именно в Приморье самые экологические, самые чистые, таежные липовый мед». Как говорят сами пчеловоды, производство меда – это образ жизни, искусство. Всего в Приморье сейчас почти 80 тысяч ульев. Производством меда занимается 7,5 тысяч человек. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. В Дни Восточно-экономического форума во Владивостоке в рамках культурной программы пройдет фестиваль «Дни якутского кино». Впервые в столице Дальнего Востока пройдет показ самых популярных фильмов, снятых кинематографистами Якутии. Для показа выбран кинотеатр Уссури. Организаторы полагают, что это будет весьма заметное событие в культурной жизни города. У приморских зрителей будет возможность увидеть лучшие якутские кинопроекты последних лет, познакомиться с уникальным явлением российского кинематографа – якутским кино и встретиться с авторами картин. На фестивале будут представлены трагикомедия «Надо мною солнце не садится», историческая драма «Детство, которого мы не знали», драма «Царь-птица» и фильм ужасов «Проклятый хомус». Также помимо обширной программы в кинотеатре Уссури состоится показ на площадке кинопавильона «Кино под открытым небом» Министерства культуры РФ, расположенного на территории выставки улица Дальнего Востока. Бомбический звук шикарной авто во Владивостоке прошел звук ДВ-фест. Его участниками стали владельцы десятков автомобилей. На два дня выходных жителям и гостям нашего города стали доступны самые громкие машины Дальнего Востока. Тему продолжит Дмитрий Беломеснов. Самое масштабное и громкое автомобильное событие года состоялось во Владивостоке. Фестиваль автозвука и тюнинга «Звук ДВ-фест». На протяжении двух выходных дней горожане и гости краевой столицы смогли оценить 100 самых зрелищных автомобилей Дальнего Востока. От «Жигулей» и «Волги» до «БМВ» и «Джипов». В рамках фестиваля прошел 22-й чемпионат «ЕМА-Россия» – финал Дальнего Востока. Жюри оценивало автомобили участников по качеству звука и звуковому давлению. Также были соревнования среди владельцев автомобильных мультимедийных систем. Принимаю участие уже четвертый год в данном направлении. Громкая музыка пришла с годами. Просто с детства, наверное, полюбил громкую музыку слушать. Машину собрали сами. Собирали мы ее семь месяцев. Команда и динамика авто. Это было тяжело, но хотелось что-то необычное для нашего города. Такое оформление для нашего Дальнего Востока, так сказать, это первое направление. Автолюбители соревновались и в своих творческих способностях в области художественной росписи. Владельцы машин выставляли своих железных коней на показ. Они готовы были подробно рассказать о них всем желающим. Работаю частным инструктором и совместительством со школой. Ну и вот принимаю участие в этом уже второй раз. Первый раз в Хабаровске, второй раз в Владивостоке здесь. Здесь собирал долго очень уже, наверное, на протяжении лет трех или четырех. Все подбирал и захотелось поучаствовать именно, посмотреть на что, собственно, сама система играет. Звуковые битвы продолжились и на следующий день. В воскресенье на площади состоялся этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению DB Drag. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Кубок залива Петра Великого проходит во Владивостоке. Ежегодные самые крупные соревнования по парусному спорту в Приморье будут идти в течение 10 дней. За это время спортсмены со всей России поборются за трофеи. 32-й Кубок залива Петра Великого сохранит свои лучшие традиции. А Японское море сделает эти гонки незабываемыми, отмечают организаторы. Подробности о первой гонке регаты в следующем материале. С переменчивым ветром и сильным течением стартовала первая гонка регаты на Кубок залива Петра Великого и чемпионата России в классе Конрад 25Р. Все 42 яхты вышли на акваторию Амурского залива. Всего в соревнованиях принимают участие 303 яхтсмена. Участникам регаты предстояло пройти две короткие гонки общей протяженностью 6-8 миль. У нас залив вообще интересный. То есть в каждом месте свой ветер может быть. Все вот эти течения. Плюс организаторы нам создают такие условия, что мы в принципе не бываем в одних местах. То есть мы полностью исследуем весь залив. Перед стартом ветер был слабым, но спустя время он усилился, что дало возможность судьям дать старт, правда, с 10-минутной задержкой. Яхты вышли на дистанцию тремя группами. Самой многочисленной, 24 единицы, стала группа яхт класса Конрад 25Р, среди которых проводится чемпионат России. Кубок залива Петра Великого – это такая своеобразная культовая, можно сказать, регата. Мы ежегодно стараемся принимать участие. То есть приезжает у нас команда и Амурской области, и города Благовещенска. Для нас это, конечно, прежде всего приобретение опыта, участие в подобных соревнованиях. Потому что у нас специфика несколько другая – и водоемов, и яхт, которые мы эксплуатируем. Поэтому набираемся опыта у сильнейших яхтсменов России. Первая гонка началась при хорошем ветре, и несмотря на переменчивость погоды, в ходе прохождения дистанции все группы благополучно финишировали. Конрады стартовали кучно. С момента старта какое-то время флот держался плотно относительно друг друга, затем распался. Лидеры постоянно менялись. В результате первая гонка успешно завершилась для экипажа яхты «Факт» из поселка Славянка. Танго из Владивостока стали вторыми, а вот удачно стартовавший владивостокский рок-н-ролл пришел только третьим. У нас сегодня получилось хорошо пройти. Первая гонка – первые пришли, вторая – вторые. Что касается нашего участия, то мы с этим составом ходим уже достаточно давно, уже больше 10 лет. Накатываемся, естественно, каждый год что-то новое познаем. Всегда есть куда стремиться к лучшему. По итогам двух гонок «Факт» сохранил лидерство. Рок-н-ролл отыгрался и обосновался на втором месте. А на третье место ворвался еще один экипаж из Владивостока – «Маэстро». В воскресенье участникам регаты предстоял старт самой сложной длинной гонки – «Залив-Восток», которая, по предварительным прогнозам, завершится вечером в понедельник. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Карта убитых дорог. Общественники провели дорожную инспекцию на этот раз во Владивостоке. Тысяча дворов. Еще одну придомовую территорию отремонтировали во Владивостоке. У детей появилось место для игр. Не согласны. Адвокаты обжалуют приговор экс-мэра Владивостока Игоря Пушкареву 29 августа. Нарушая законы. На территории Дальневосточного морского заповедника обнаружены семь незаконно построенных объектов. Сибирский привет. В рамках культурной программы ВЭФ во Владивостоке пройдет фестиваль Дни якутского кино. Мы наваливаем бас. Десятки шикарных автомобилей предстали перед приморцами на мероприятие «Звук ДВ-фест». На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Приморские BMX-фристайлеры могут взять на вооружение идею одного из лучших представителей этого спорта и построить скейт-парки в самых живописных местах региона. Так, 21-летний чемпион России по BMX, один из лучших фристайлеров мира Ирек Рязаев, построил скейт-парк в древнем Казанском Кремле и прокатился по Спасской башне. Фигуры для трюков были специально спроектированы под геометрию сооружений, построенных в 10-16 веках. Команда тщательно прорабатывала каждый этап проекта на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и действовала максимально осторожно. На видео все выглядит простым, но потребовалась филигранная точность проездов. На кадры, которые доказывают, что каждый может принести в любимый спорт что-то новое, смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я желаю вам отличной недели и успехов. С вами был Александр Масликов. Берегите себя. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok